Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виталий Матюшин, и мои коллеги, журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Московский район, в сердце ты один. В Бресте прошли торжественные мероприятия, посвященные юбилею московского района города Бреста. 45 лет – это время подводить итоги, строить смелые планы на будущее, а еще это время принимать поздравления. В белорусской армии пополнения в городе над Бугом. Порядка 450 юношей присягнули на верность своему отечеству. Слова торжественной клятвы произнесены на священной земле цитадели над Бугом. Сложности со сбытом товара, приобретением зарубежных тканей и диверсификацией рынков. Евгения Мороз уверена, у предприимчивых людей всегда есть пути решения проблем. К решению вопросов безопасности пассажирских перевозок подключилась Межрегиональная ассоциация перевозчиков. Транспортную тему изучала Анастасия Мелешкевич. В эфире программа «Итоги недели». Говорим о главном. Московский район «В сердце ты один» под таким говорящим названием состоялось празднование 45-летнего юбилея самого большого в Бресте Московского района. Его летопись начала писаться в далеком 1978 году, еще во времена Советского Союза. За четыре с половиной десятка лет Московский район значительно похорошел и изменился, шагнул в другую эпоху и стал частью суверенной и независимой республики. В несколько раз увеличилась численность его населения, но по-прежнему неизменным осталось одно. Здесь живут самые трудолюбивые, добрые и отзывчивые люди, и именно благодаря им удалось пройти этот долгий путь. Жители Московского района, представители предприятий, учреждений и организаций, которые внесли значительный вклад в его развитие и процветание, пригласили на торжественное мероприятие, посвященное 45-летнему юбилею. А наша съемочная группа запечатлела для вас его самые яркие моменты. Людмила Логодич о насыщенном торжестве. Промышленный, образовательный, торговый, культурный, спортивный, духовный и интеллектуальный, деловой и развлекательный. Все это можно сказать о самом большом и густонаселенном московском районе Бреста. Первые строки в книгу его летописи были вписаны еще в 1978 году. С тех пор прошло 45 лет, за которые московский район проделал огромный путь, стремительно вырос, значительно преобразился и с каждым днем продолжает свое развитие. Московский район сегодня один из крупнейших районов в республике. Здесь сосредоточена основная масса и предприятий, и учреждений, как образование, здравоохранение, так и другие сферы, которые сегодня работают в целом на экономику города. Поэтому, безусловно, от вклада района зависит общий вклад в развитие и в результат города. Ну, от себя, наверное, надо просто поблагодарить людей, потому что все, кто работает и живет в московском районе, это небезразличные люди, которые любят не только свой район, но и город. Конечно, надо поблагодарить людей, потому что с людей все начинается. Здоровья пожелать, в первую очередь, везения, терпения, и чтобы всегда было только в радость то, что они сегодня делают. Если 45 лет назад жителей московского района было чуть более 90 тысяч, то сейчас уже в 2,5 раза больше. И каждый год это всегда был шаг вперед в его развитии. Восток, заречная часть города, каждый прирастал новыми объектами, жилыми комплексами, благоустроятся дворы. Проживает, если брать официальные данные, практически 234 тысячи жителей, но по факту живет более 243 тысяч на территории московского района города Бреста. Ежегодно строится жилье для многодетных семей, состоящих и нуждающихся в улучшении жилищных условий. 45 лет – это время подводить итоги и строить смелые планы на будущее. А еще это время принимать поздравления. Во Дворце культуры профсоюзов состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею московского района, на котором к его администрации, жителям, труженикам и ветеранам обратился председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Это действительно очень молодой промежуток времени для того, чтобы подводить гигантские итоги, наверное, истории, культуры. Однако, это действительно две трети сегодня по развитию промышленности, инфраструктуры города, которые рассчитывает сегодня московский район. Это 233 тысячи, мы сегодня считаем статистически. Это сегодня мощнейшая социальная сфера. Это областная больница, это городская больница. Искренне поздравляю вас с праздником. Желаю вам крепчайшего здоровья, оптимизма, силы духа. И, конечно, верить в те поставленные задачи, несмотря ни на что. В московском районе Бреста 74 учреждения образования, 28 предприятий с численностью более тысячи человек. Больницы и поликлиники, различные организации, торговые комплексы и бизнес-центры. Но главное его богатство – трудолюбивые, гостеприимные, открытые, светлые, добрые и отзывчивые люди. Именно они были в центре внимания, получали высокие награды за образцовое выполнение служебных обязанностей, многолетний добросовестный труд на благо страны, города и московского района. Сегодняшний праздник, конечно, для всех жителей московского района, особенно для нашей коллектива, настолько дорог, потому что сегодня звучали цифры, сколько было населения, сколько сегодня имеется в московском районе. Именно руками нашего коллектива, наверное, сделан большой вклад, именно пополнения жилья в московском районе. И что главное направление нашего коллектива – это строить быстро, строить качественно, строить недорого, для того, чтобы оно было доступно для жителей нашей страны. Поэтому здоровья, счастья, удачи всем жителям города Бреста и московского района. Что касается нашего предприятия, у нас есть план развития на пятилетку, инвестиционный план. Мы будем выпускать новую продукцию, конечно, развиваться. И вот в этом году нам 20 лет, как в московском 45, нам 20. Мы уже не такие молодые, но еще молодые. И за 20 лет наша численность, начиная с 2003-го, с 20 где-то там человек, да, на сегодняшний день предприятие имеет 1650 списочную численность работающих. А это говорит о том, что район развивается, и мы даем людям района работу. И, конечно же, будем и дальше поддерживать марку, для того, чтобы московский район наш и сам город процветал. Я работаю на «Савушкино-продукты» уже 25 лет. В должности начальника производства 13 лет. Я очень люблю свое предприятие. В московском районе это одно из лучших предприятий. В московскому району я желаю процветания, вообще всем людям благополучия, мирного неба и прекрасного настроения. Всех с праздником! К своему 45-летнему юбилею московский район подошел молодым и уверенным, динамичным и благоустроенным. Но впереди в книге его истории много чистых страниц, которые предстоит написать вместе. А в новых главах будет немало добрых дел, высоких достижений и замечательных праздников. А ярким воспоминанием этого торжества останется поздравление заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финнберга. Белая Русь ты моя, чистая ты моя, родная ты моя, белая Русь ты моя. В белорусской армии пополнение. Сегодня в городе над Бугом порядка 450 юношей присягнули на верность своему отечеству. По уже сложившейся традиции, праздничное мероприятие прошло на священной земле Брестской крепости, где на площади церемониалов молодые люди поклялись преданно служить своей стране и народу. Присяга стала волнительным моментом не только для юношей-новобранцев, но и для их родных и близких. За торжественной церемонией в Брестской крепости наблюдали более 2000 человек. Обо всем происходящем на площади церемониалов расскажет Анастасия Мерешкевич. В мемориальном комплексе Брестская крепость с Герой на площади церемониалов новобранцы Брестского гарнизона присягнули на верность Родине и белорусскому народу. Словоклятву произнесли порядка 450 человек. Среди них почти 250 молодых людей, которые проходят службу в Брестской пограничной группе имени Держинского, а еще артиллеристы и военнослужащие внутренних войск. Место Брестской крепости – это, естественно, очень знаковое место. Дорого оно каждому жителю нашей Белоруссии. И принимая присягу здесь, во-первых, они еще раз обращаются к истории, но и приняв присягу на этой земле, нарушить ее вдвойне будет невозможно. Армия – это не только стрельба из автомата, бег, радиокопов и так далее. В армии очень много житейских вопросов. Рядя вооруженные силы, они встречаются с обычными явлениями, которые происходят и в гражданской жизни. Топор в руках подержать, гайку покрутить. И пройдя весь путь армейской службы, молодой человек не только приобретает военноучетную специальность, но и учится всем этим, на первый взгляд, казалось бы, мелочам. Для службы в Брестской погрангруппе призвали молодых людей из Минска, Брестской и Гомельской областей. За плечами этих юношей месячный учебный сбор, за время которого они постигли азы начальной военной подготовки, получали знания и навыки для службы. И вот теперь настало время для одного из главных моментов жизни любого военнослужащего – принятия присяги. Я, гражданин Республики Беларусь, Левковец Митрий Валентинович, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников, клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. ...совет партизанских отрядов прямо на поле боя в момент временного затишья. Но от этого боевой дух солдат, ровесников, воинов... Дорогий капитан Редоволюковец, воинскую все вы приняли. Поздравляю вас с принятой военной присяги. С бужу Республики Беларусь! Для Дмитрия Левковца, юноши родом из Столинского района, это по-настоящему ответственный момент, ведь служить в пограничных войсках он мечтал с детства, а сегодня он здесь, на священной земле, в крепости произнес слова клятвы. Нравится, очень хочется попасть скорее на заставу, на границу. Сегодняшнее мероприятие очень волнительное, торжественное, и все мы торжественно клянемся защищать свою Родину, Республику Беларусь. Я выбрал пограничную службу тем, что не каждому дано служить на последних метрах нашей Родины. Сегодняшний пограничник Артем Стасюк прошел курс молодого бойца, и для него служба. Именно в этих войсках это не просто служба, это мечта. Это мой выбор, но считаю, что это элитные войска. Сегодня после принятия присяги очень хорошо себя чувствую, рад, потому что рядом находятся родные и близкие, которые смотрели на меня. Я этим горжусь. Торжественные слова на верность народу Республики Беларусь произнесли почти 250 парней в пограничной форме. Час после принятия военной присяги продолжат обучение по специальности инспектор пограничной службы. После окончания курса обучения часть из них сразу отправится на пограничные заставы Брестской пограничной группы для того, чтобы на практике реализовать то, чему их научат на учебном пункте. А часть продолжат обучение по различным военным специальностям, в том числе и за пределами города Бреста. 80 военнослужащих ряда воинских частей западного оперативного командования 111-й гвардейской артиллерийской бригады также приняли присягу на священной земле и несомненно, что этот момент останется в памяти каждого молодого человека. Это очень торжественный момент для военнослужащих. Для родителей это, конечно же, волнительный момент, но они видят в своих сыновьях защитников Родины свою опору. За время прохождения, за эти три недели, которые находятся уже в строю, среди ни одного военнослужащего, безразличного, я не видел. Все глаза у всех горят, все настроены на нормальную службу и в дальнейшем, после присяги, им уже предстоит разъехаться по своим воинским частям и принимать непосредственно участие в подготовке тех или иных подразделений. Новенькая форма, начищенная до блеска обувь. 450 юношей, напряженных как струна, от каждого исходят звенящие волнения. Сегодня они перешли на новый, очень важный этап в своей жизни. Озвучали слова торжественной клятвы, поздравления от руководства. Пришло время последних объятий перед долгой службой от самых родных и близких родителей. Каждый юноши тонул в объятиях мамы с папой, которые в такой торжественный момент, как принятие присяги, были рядом с сыном. Для меня мой ребенок стал настоящим мужчиной. Он принимает сам решение, он решает уже, как бы я там ни хотела, он уже мужчина. Его слово уже теперь, конечно, не против моего, но его слово – это важное слово и для нас, как родителей, и для него, как для мужчины. То есть он сказал, он сделал настоящий мужчина. Я горжусь своим сыном, который идет защищать нашу родину. Первая увольнительная, дальше полтора года службы. Они будут защищать наш покой, оберегать границы нашего государства. И уже через время они смогут сказать, есть такая профессия – родину защищать. Брест по праву можно назвать столицей легкой промышленности нашей страны. Костюмы, платья, форма, домашний текстиль, перечень товаров, которые производят в нашем регионе, достаточно обширный и пользуется популярностью не только в нашей стране, но и за ее пределами. При этом, как принято считать во внимании, не только российские и евразийские рынки активно торгуют и с Европой, и с Саудовской Аравией. Вместе с тем, события прошедших пары лет повлияли и на эту отрасль сложности со сбытом товара, приобретением зарубежных тканей и диверсификацией рынков. Как эти иные вопросы решают на брестских производствах, узнавали наши корреспонденты. Евгения Мороз с подробностями. Ксения Малич в этом году заканчивает гимназию номер один Бреста. И впереди у девушки, кроме экзаменов и вступительной кампании, знаковый день – выпускной. Конечно же, на первом взрослом празднике хочется выглядеть на высоте. Ныря для предстоящего торжества девушка начинала выбирать два месяца назад. Сразу же пришла в магазин за готовой моделью. После был выбор в пользу платья, сшитого на заказ. И тем не менее, все же вернулась за той моделью, которую выбрала первой. В первую очередь на длину платья, чтобы было удобно в нем ходить, потому что будут туфли, и поэтому длинная как бы не вариант для вальши. А цвет, мне кажется, он не подходит, поэтому я его выбирала. Не хотелось черное, не хотелось слишком светлое. И мне кажется, что этот вариант подошел. Можно было бы, конечно, выбрать и платье какое-нибудь вечернее в пол, но поскольку это прощание с детства, можно сказать, то выбираю более такое юное платье. Это платье производства модного дома «Папилио». Предприятие начало свою работу более чем два десятилетия назад и уже достаточное время является резидентом Брестского СЭС. Свой путь начинали в далеком 2002 году с первого магазина свадебных платьев в Бресте. Постепенно стали наращивать производство и расширяться за пределы страны в Российскую Федерацию. Милан, Барселона, Варшава сейчас свадебные вечерние платья бренда пользуются популярностью у многих красавиц и нашей страны, и ближнего, и дальнего зарубежья. Порядка 70% всех готовых изделий уходили на экспорт в Европу, США, Канаду, Саудовскую Аравию. Мы очень динамично развивались на европейском рынке и выставки приносили свой очень хороший результат. Но в последний год, вот этот прям критический год для нас сложился, потому что очень осложнилась логистика, сложно стало отправлять товар и осложнилась проблема с оплатами наших клиентов. К нам стали проблематично приходить деньги. Поэтому на сегодняшний день мы уже поставили курс для себя в большей степени российский рынок, Казахстан, то, что сейчас нас, в принципе, принимает, то, что проходят платежи и так далее. То есть мы понимаем сложившуюся ситуацию, стараемся адаптироваться к ней. Однако восточные рынки ожидают от бренда более низкой ценовой политики, в отличие от западных заказчиков, где закропотливую и качественную ручную работу были готовы заплатить соответствующую цену. Вместе с тем, активный интерес к бренду в арабских странах, в частности, в Саудовской Аравии. Их приоритетный заказ – вечерние платья. Пока мы сохраняем отношения с нашим активным партнером из Саудовской Аравии. То есть сейчас он получил очень большую поставку от нас, и следующая отправка тоже готовится ему. Благо, что службы заработали, как раз в Саудовской Аравии уже есть возможность сделать отправки. Потому что до этого у нас была проблема еще и с этим. То есть, ну, в принципе, этот рынок, он хорош для нас, он подходит. И мы на нем продолжаем работать. Хотелось бы, конечно, новых партнеров найти, но мы над этим тоже работаем. Вместе с элитарным брендом свадебных и вечерних платьев в модном доме уже порядка 15 лет создают коллекции бренда «Алена Горецкая». Это повседневная одежда для женщин. Кстати, какими будут тренды будущего, на предприятии уже знают. Сейчас производство коллекции нового года и лето 2024-го. Основной рынок сбыта здесь наши соседи – Россия, а также Казахстан. Мы отслеживаем тренды. Есть мировые агентства, которые эти тренды предлагают. То есть, каждый дизайнер уже рассматривает, адаптирует под свой бренд. Соответственно, мы работаем так же. Но есть какие-то направления, которые в нашей коллекции из года в год. То есть, стиль свойственный нашей фирме, так сказать, нашему бренду, то, за что любят наши покупатели. Конечно, мы придерживаемся и этому направлению в том числе. Сейчас в модном доме Папилео трудится порядка 110 человек. Швейное производство – это не только готовая продукция, которая давно известна за пределами региона, но в том числе и значимый пласт рабочих мест. Поэтому стабильность развития отрасли – это то, что отражается и на экономической безопасности страны. Для того, чтобы услышать голос предприятий, в республике проводятся выездные встречи с представителями Белолекпрома. Такая встреча в Бресте состоялась в начале мая. Среди самых острых вопросов – это импортозамещение тканей и сырья либо нахождение новых импортеров. Шаги в этом направлении ведутся. Те предприятия, на которые традиционно, скажем, были на рынке, это такие, как наш комбольный комбинат, то есть они с каждым годом все развивают и развивают свою линейку, скажем, гражданских модных тканей. Мы неоднократно в прошлом году и очень тесно со многими предприятиями, или, скажем, на основании отзывов и посылов и задачи, проблем ряда предприятий Бреста проводили совещание и в концерне на уровне Натальи Ивановны Качановой, она нас приглашала. И мы, конечно же, понимая, скажем, сам алгоритм действий на комболе, стараемся и работаем, скажем, по расширению номенклатуры, цветовой гаммы. Но это только часть мы сможем заместить. Первая продукция наработок суконных тканей предприятия «Комболь» выйдет летом на рынок Ставка и на Оршанский линокомбинат. Что же касается необходимой фурнитуры и кружевного полотна, то в качестве поставщиков стараются привлечь представителей Российской Федерации. Рассматривается вопрос и о новой технике для одной из самых востребованных тканей поливискоза. Мы планируем приобрести дополнительное оборудование для крошения и в рамках, если все этого, я не надеюсь, я уверена, что все это мы завершим в течение двух лет. И мы планируем, приобретая суровую поливискозную пряжу, все-таки иметь полотна поливискозные, те, которые сегодня наиболее востребованы у всех швейников страны. И через вот эти красильные аппараты, вот эти красильные цепочки, у нас будет возможность подкрашивать любой тон, любой цвет по понтону для того, чтобы получить все-таки поливискозную ткань. Выработка общей концепции и возможность импортозамещения по праву может стать хорошей альтернативой для производства ввиду возникновения сложностей, как и диверсификация рынков. Насколько процесс будет успешным, покажет время. Евгения Мороз, Андрей Щерб, Юрий Римантович, специально для итоговой программы. Продолжаем программу. Транспорт – тема, которая всегда и у всех на слуху. Сегодня в Бресте по городским улицам курсируют автобусы, троллейбусы и относительно молодой вид общественного транспорта – экспресс-автомобили-маршрутки. Сегодня в областном центре перевозкой пассажиров занимаются 17 маршрутов экспрессного сообщения, а это порядка 355 единиц транспорта. Охват транспортным сообщением – одна сторона вопроса, но есть и другая – это качество и безопасность перевозок. Этим вопросом и был посвящен семинар-совещание, который состоялся в Брестском горосполкоме, инициированный Межрегиональной ассоциацией перевозчиков. Тему изучала Анастасия Мелешкевич. Жизнь современного человека настолько быстротечна, что без транспорта никак не обойтись. Брест – областной центр с развитой системой транспортных перевозок. По городским улицам курсируют автобусы, троллейбусы и относительно молодой вид общественного транспорта – так называемые маршрутки. Люди хотят передвигаться не только быстро, но и комфортно. Получается ли это? Как показал наш своеобразный соцопрос, на каждого не угодишь, но все же сделаем определенные выводы. Если говорить объективно, конечно, есть проблема, и проблема связана, если говорить об отрицательной стороне, эта проблема связана именно с качеством вождения и качеством водителя. Лет, наверное, 15 назад была определенная система, именно если водитель нарушал, это, наверное, вообще должна быть проблема водителя, а не проблемой нанимателя. В основном все соблюдают скоростной режим, пристегиваются, просят, ну, как бы, все в порядке в этом плане. Он опоздал, опоздал на 7 минут. Соответственно, он нагонял время в пути. Все очень хорошо, водители корректные, то есть никаких нареканий нету с этой стороны. Всегда вовремя отходят. Одно единственное, хотелось бы, чтобы, конечно, поновее был автотранспорт, то есть немножечко, чтобы обновлялись. Очень нравится маршрут номер один, водители вежливые. 20 маршрут, 12 маршрут, то есть вопросов нет. Вежливые, всегда внимательные, то есть без нервов, без всего, потому что и водители тоже разные есть. Ну, 9 маршрутом могу сказать, что не очень довольна. Грубовато, на передние вот эти места нельзя садиться, там особо, кажется, не просишься туда, но вот женщина, недавно вот я ехала, просилась на это переднее место, говорит, а он как бы, что вы там, чуть ли не претесь на нее, женщина в матери годится, как бы этому водителю. Ну, как-то не очень приятно слушать. Ну, так в целом, ездим. Район Речицы, 9 маршрут, сейчас водители маршруток, они когда хотят, тогда едут. У них нет никакого ни расписания, ничего. Я понимаю, что это частный бизнес какой-то, но надо, чтобы были какие-то графики, потому что людям тоже надо добираться. Разговаривают, наверстывают свое время, они там постоянно на маршруте, кто там где едет, чтобы мне быстрее подскочить, проскочить, чтобы людей больше набрать. Очень-очень плохо ездят у нас маршрутные такси. Однажды даже сама выходила на остановки, водитель даже не смотрел. Это хорошо, что я держалась за ручку, я бы поехала. Одна нога была в маршрутке, вторая на асфальте. Кого-то устраивают перевозки, а кто-то и вовсе недоволен ими, но факт остается фактом. Большинство чувствует себя не совсем безопасно, и это обосновано, о чем говорят произошедшие аварии. Уже зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, водители, которые осуществляют перевозку пассажиров, допускают нарушения, это такие, как управляют транспортным средством без использования ремней безопасности, это проезжать на запрещающий красный сигнал светофора, также присутствуют нарушения проезда перекрестков. Именно решению этих вопросов и был посвящен семинар совещания с перевозчиками маршрутных транспортных средств. На все указанные нарушения представители Ассоциации перевозчиков и ГАИ посоветовали руководителям компании самим наказывать нарушителей в рамках дисциплинарной ответственности. Но в ответ услышали возражения со стороны владельцев компании, ведь если принимать серьезные меры, водители просто разбегутся, а сейчас отрасль испытывает дефицит кадров. Если говорить, сравнивать с 2018 годом и сравнить непосредственно с текущим моментом, в 2018 году у нас по частным перевозчикам выезжало на линию общей сложности, это было 420 единиц подвижного состава, то сейчас это порядка уже 360 единиц, общее количество. То есть тенденция к снижению, здесь это в части расторжения договоров и на основании работы вот этих комиссий, которые у нас работают по безопасности дорожного движения, и в части где-то перевозчик уже уходит, непосредственно становится этот бизнес невыгодным. Понятно, что транспортные перевозки – это бизнес, и хочется иметь от него прибыль. Но безопасность пассажиров никто не отменял. Как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюша. Перечень нарушений действительно широк. А потому, если водитель систематически будет нарушать те или иные правила, то перевозчик может быть привлечен не только к ответственности, но и лишен права оказывать транспортные услуги. А потому за этим тщательно наблюдают не только сотрудники госавтоинспекции, но и специальная комиссия. Данная комиссия состоит из представителей заказчика, то есть это Брестский областной исполнительный комитет, как заказчик перевозок по маршрутам, которые идут по пригородным направлениям по территории двух и более маршрутов, по междугородным внутриобластным и междугородным межобластным маршрутам. Также в данную комиссию входят представители государственной автомобильной инспекции, представители транспортной инспекции, представители оператора. Вопросу безопасности уделяется особое внимание. Недавно по поручению заказчика у нас был проведен осмотр всех транспортных средств, которые осуществляют перевозки. Имеются ряд вопросов соблюдения именно требований безопасности. Это в части по правилам автомобильных перевозок, по правилам дорожного движения. На семинаре-совещании со стороны перевозчиков были вопросы, один из них касался организации дорожного движения в Бресте. Водители недовольны проездом нескольких узких улиц и запарковок, а также обустройством некоторых остановочных пунктов. Все эти вопросы в ГАИ пообещали изучить. А вот что касается личных вопросов, чем еще недовольны перевозчики, на этот вопрос они отказались отвечать нашей съемочной группе. Так сказать, решили свои проблемы, оставить при себе. Основные, конечно же, вопросы, которые поднимают перевозчики, это каким образом оборудовать свою и организовать свою работу так, чтобы не лишиться лицензии, чтобы не были привлечены к административной ответственности, не было грубых нарушений лицензионного требования. Сегодня основная задача, которая стоит как перед руководством города, так и перевозчиками, это наладить и создать комфортные, а главное безопасные условия для перевозчиков и пассажиров. Первый шаг в виде диалога уже сделан, а значит, дальше больше. В Бресте по инициативе управления по труду, занятости и социальной защите впервые была организована ярмарка вакансий для молодежи. Мероприятие проходило на протяжении двух дней. В первые различные предприятия, организации и учреждения города предложили варианты трудоустройства для учащейся молодежи, а во второй – для выпускников учебных заведений. Насколько успешно прошла ярмарка, чем привлекали потенциальных сотрудников брестские работодатели, сколько можно заработать и какое количество ребят планируется трудоустроить в этом году, расскажет Людмила Логодич. По статистике, в Бресте порядка полутора тысяч несовершеннолетних школьников участвуют во временной трудовой занятости в свободное от учебы время. Работа в колл-центре, на аттракционах в городском парке или, например, в качестве официантов в кафе – вполне по силам старшекласснику. Интересно, как первый опыт, возможность расширить круг общения, почувствовать независимость от родителей и заработать деньги своим трудом. Вообще трудоустраиваться на работу можно с 14 лет. Единственное условие с 14 до 16 лет – нужно письменное согласие одного из родителей. После 16 лет решение о трудоустройстве молодой человек принимает самостоятельно. И еще хочу сказать, что у нас на период летних каникул Управление по труду создает отдельную базу вакансий, помимо существующих, а всего это в базе вакансий в настоящее время в городе, 3300 вакансий, 350 безработных на учете состоит. То есть работы хватает всем пока. Но мы для несовершеннолетних отдельный банк вакансий, который поддерживается в режиме реального времени. Баннер этого банка вакансий выведен на сайт горисполкома и на портале государственной службы занятости. Рынок вакансий для молодежи в нашем городе растет и развивается. Спрос рождает предложения о желающих подработать. Свободное от учебы время с каждым годом становится все больше. Поэтому в Бресте было принято решение впервые провести ярмарку вакансий в новом формате для молодежной целевой аудитории. 21 предприятие сегодня и завтра еще дополнительно 15 из числа предприятий города, где уже будет ориентировано на более старшие выпускников вузов и СУЗов. Поэтому, наверное, это хорошо. И эту практику надо продолжать и поддерживать будем, потому что она актуальна. Единственное, что масштабы, вы видите, мы где-то передислоцируем на те места, где будет более, так скажем, удобно и комфортно для того, чтобы разместить большее количество предприятий, потому что заявок действительно много. Мероприятия разделили на два дня, в первой из которых различные предприятия, организации и учреждения города предложили свои варианты трудоустройства для учащейся молодежи. Большим спросом пользовались консультации представителей «Санта-Ритейл» и «Санта-Бремор», Брестского рынка, ресторана «Киев-Си», парка культуры и отдыха. БРСМ предлагали задействовать себя в студотрядах. Каждый посетитель мог выбрать для себя несколько подходящих по интересам оплате и графику вариантов. У нас некоторые предприятия готовы даже прибегать к такой форме работы, как полставки. Какие-то графики работы подбирают персонально для ребят, с учетом того, что они еще учатся, кто-то дорабатывает дипломные работы, поэтому есть возможность и полставки, и где-то графики день через три даже. Лишь бы ребята пришли, работали. Мы думаем, что такое мероприятие мы будем уже проводить и в дальнейшем, ежегодно, для того, чтобы ребятам было удобно не искать где-то по интернету, не звонить самостоятельно на предприятие, а встретиться с нанимателями, переговорить, выбрать оптимальный для себя вариант трудоустройства. Итоги первого дня порадовали. Ярмарку посетило порядка 300 человек, а свои заявки на трудоустройство оставили 244 учащихся. Во второй день было уже не так многолюдно, ведь возможностей для трудоустройства у совершеннолетних выпускников учебных заведений намного больше. Тем не менее, свои вакансии им предложили 19 работодателей. Компания расширяется. В этом году наш основной клиент и не только радует заказами, поэтому на расширение нам надо около 70 человек. Это рабочие позиции в основном на производство. С хорошими условиями компания выиграла не зря HR-бренд, мы персонал ориентированы, мы заботимся о своих людях, у нас прекрасные рабочие места. Сегодня мы ищем специалистов технических специальностей, заинтересованные в подборе слесарей ремонтников, слесарей КИП, операторов линий в производстве пищевой продукции и выпускников технических специальностей высших учебных заведений. Салушкин продукт может сегодня предложить для соискателей стабильность, уверенность в завтрашнем дне, хороший социальный пакет, достойные условия труда и оплата. Оплата труда немаловажный, а зачастую и решающий фактор. Во второй день ярмарки средняя предлагаемая зарплата для соискателей без квалификации на производстве доходила до полутора тысяч рублей. Мне 21 год, этим летом я заканчиваю наш Брестский технический государственный университет специальность экономист-логист. Благодаря центру занятости я посетила сегодняшнюю ярмарку, которая была организована для студентов, которые заканчивают высшее учебное заведение, и для себя выявила два варианта, которые мне больше всего подходят. Это действительно очень полезно для студентов, которые учатся на платной основе, и довольно-таки трудно найти вакансию без отработки. Заканчиваю колледж бизнеса и права, правоведение, юрист по направлению. Пришла на ярмарку найти вакансию себе до будущей работы. Честно, ярмарка очень полезная, интересная. Я училась на платной основе, у меня нет распределения, и приходится выкручиваться самой. Нашла себе и таможенную службу, и ОВД, тоже МЧС можно. Стоит отметить, что только в рамках государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на текущий год предусмотрено трудоустройство 1300 представителей учащейся молодежи в Бресте. На эти цели из бюджета выделено 500 тысяч рублей. «Дорога домой» – выставка картины из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» открылась в Бресте. Экспонируются работы мастеров, уроженцев Брещины, имена которых известны далеко за пределами нашей республики. Графика, портретная и пейзажная живопись, гравюры. Пять мастеров и три эпохи – такой подарок Белгазпромбанк преподнес горожанам в честь 45-летия Московского района Бреста. Три эпохи – разноплановость техник и форм, события и люди глазами мастеров своего времени. Именно так можно охарактеризовать работы, представленные на выставке «Дорога домой». Вот шумный хоровод на Купальскую ночь и «Княжна» – фольклорная тематика работ Дмитрия Стелецкого. Последствую сюрреализм Брестского Сальвадора-Доли Николая Селищука. Чуть дальше – классическая живопись Аполлинария Горавского. И представителя французской школы Якова Баглея. Три эпохи – пять авторов. Всеоруженцы Брещены, которые в свое время покинули регион и стали широко известными мастерами далеко за пределами нашей страны. Это, собственно говоря, была совместная задумка с Брестской областной дирекцией представить Бресту их великих, не побоюсь этого слова, сыновей. Поэтому выбиралась она так, чтобы показать, что не только начало или конец 19-го, начало 20-го века были, так сказать, плодотворны на рождение великих художников, но и современность дала уже много известных имен. Поэтому среди авторов, которых мы выбрали, это и Стелецкий, и Болглей, и Аполлинарий Горавский, но это и такие прекрасные художники современной Беларуси, как Николай Силищук и Лев Алимов. Всего в корпоративной коллекции Белгазпромбанка порядка 145 работ. Это картины авторов, уроженцев Беларуси, которые стали мастерами с мировым именем. Для того, чтобы собрать эти работы, представители Белгазпромбанка участвуют в аукционах, либо находят и выкупают картины из частных коллекций. Для нашего города представители мастеров Брещены, судьба которых так или иначе связана с нашим регионом. Бизнес сам по себе всегда должен показывать примеры. Бизнес должен показывать, что он не для того, чтобы, скажем так, зарабатывать определенную эффективность, но и для того, чтобы помочь людям узнавать что-то новое, будь то финансы, будь то экономика, будь то искусство. И через искусство, через нашу корпоративную коллекцию, через наше здание новое, о котором мы уже не единожды говорили, мы не только рассказываем, но и привлекаем к себе жителей города Бреста, гостей города Бреста. Мы говорим о том, что рядом с бизнесом можно учиться всему, в том числе и учиться любить красивое. У нас будут и шли, скажем так, переговоры с областной дирекцией Белгоспорбанка, с учетом того, что был большой, скажем так, ажиотаж, большая популярность той выставки, которую они организовали в тысячелетии города Бреста, да, и было, как бы, дожелание такое, тоже организовалась эта выставка, ну, в честь 45-летней среди образования Московского района. И, потому что действительно здесь представлены работы, да, уроженцев Брещины, людей талантливых, которые, ну, имеют, наверное, большое признание, в том числе и в мировом искусстве. Поэтому очень хотелось того, чтобы жители города Бреста как раз могли это увидеть. Особое место в экспозиции гравюром нашего современника, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, Льва Алимова. Странник, старик Франкенштейн, адъютант Троцкого, хозяин. На вернисаже представлены 9 работ в технике Афорт. Это разновидность печатной графики, гравюры на металле, основанная на технологии глубокой печати, позволяющей получить оттиск с печатных форм в процессе работы по созданию изображения, на котором производится отравление поверхности печатной формы кислотами. Я работаю в малых формах графики. Большим объемом не стремлюсь, потому что иногда на произведении размером с пищей или с бумаги можно разместить столько умственных кодов, сколько не разместишь на громадной панорамной картине. Поэтому все зависит и от художника, и от зрителя. Я благодарен Белгоспромбанку, куратору Зинкевичу, который регулярно по мере возможности показывает новые поступления в коллекцию галереи «Арт Беларусь». И большая честь выставляться с мастерами Парижской школы искусства. Это не каждому. Мне повезло просто. Своими глазами оценить работу можно в офисе Белгоспромбанка до 18 июля. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остается только добавить, это было в ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Я Виталий Матюшин, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю мира и стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова